5 октября 2019 года, суббота. У тебя здесь большая куча, крапивная. Здесь жил последний человек в Потеряевке до разрушения в 1972 году бухта Зиновии. Он еще раньше уехал. Ну а поле, из поля бульдозером надвинули вот эти кучи. Вот я сейчас так с севера начал показываю на урывку. Рядом, то есть везде лага и пруды. И вот он пруд Рыжковский. Запрудили, он раза в 4 больше стал, глубже. Было, допустим, там сантиметров, самое большее, там может быть 50-60. А теперь 2,5-3 метра. Дальше, вон видно, гречка, уже в волках, но не собранная. Вон, видать, я приближаю. И дальше зелень азимая. Азимые уже взошли. И везде колки, колки, лесополосы. Показать. Вот я поворачиваюсь сейчас на запад. Вот бывшая деревня, вот открывается вот дорога. Там он дальше, второй мостик. Его, видать, даже чуть-чуть брежет. Вот это вот, это шлюз. Ну и дальше, дальше. Вот я повернул сейчас это на Корчино. И вот там вот этот куст стоит. А выше там элеватор корчинский, 20 километров. Телевышка там. Телевышка где-то здесь же вот. Корчино. Не знаю, видно, недалековато все же, 15 километров. Вот так, вдоль деревни. Это поля. Акола, где кладбище. А это железодорога. До нее тут напрямую. Ну, самое большее 2 километра. 2. Тут солнце сейчас нам будет светить с востока. 2 километра. А до станции тут 3 километра, полустанок. Восстановили его, закрывали. Такая прекрасная погода сегодня стоит. И вот подо мной тут горчица для удобрения растет. Ее не убирают что-то, Игорь. С подсолнечником. Ой, тут, наверное, тысяча воробьев отовсюду слетелись. Они подсолнышки любят. И вот так вот я показываю и замыкаю. На том там поле солома собранная. Большие такие борты. Вот так. Что-то я не вижу, где поезд. Вот это, наверное, идет поезд. Это я стою. Тут крапива мешает еще. Ну, да. Зимок идет. Тепловоз, похоже. Электровозов тут нет. Линии выправили. Шикарная линия теперь. Можно посчитать, сколько он везет. Ну, все, что посчитаешь. У меня в руках крутится все. Ну, 33,5 тонн везет. Выгодно это. Вот, последний вагон вывалился. 24 октября этого года, 2019-го, что-то будет решаться в районе относительно земли, потеряя. Если бы кто-то приезжал, как верующие, православные христиане, не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Пять качеств. Там уже говорили, то можно было сейчас сразу заявки подать, ну, минимум, минимум на 150 семей. Желательно молодые, с детьми, ну, и старики с ними. Отдельно старикам тут делать нечего, не построиться. Землю тут поделили уже, земли так нету. А чем? Животноводством живут. Можно открывать любое дело. Мастерские, пошивочные, что угодно. С районом связаться. Начальство относилось по-разному, а сейчас я даже и не знаю, как относятся. Ну, нигде они не мешают нам. Это одно. Был первый секретарь райкома партии Куфаев. Кажется, забыл я, как Владимир Алексеевич, что ли, замглавы администрации края Алтайского по сельскому хозяйству. Приехал. Чем вам помочь? Одна просьба – не мешайте. И когда у нас уже приехал, а тут уже улица, и он говорит, ну я свою просьбу выполнил, смеется. Да у нас, говорит, ничего и не было. В Сельсовете, говорит, была одна печать. Одна печать. Вот как в Тихом Доне, там, Гришака, стукнула и пыль пошла. Нет, ничего нету. С нуля начинали. А сейчас-то у нас электричество, школа государственная. Школа – это очень важно. Можно сказать, пуповина. Храм, моление. Все здесь есть. Официально. Так что кто может, другим сообщите, чтобы на нас вышли. Мой телефон, могут позвонить. Это я все даю. Если они выйдут на наш по скайпу, Игнатий Лапкин, там все ответим. Дадим стационар. Два триста восемьдесят пять. Барнаульский код. Все телефоны, все сообщим. Только никогда по телефону не алёкайте. Не алё, 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 Игнатий Лапкин. Алё, алё. Сразу говорите, я такое-то, желаю там-то. Можно, нет. И получат ответ. Хулиганов много звонят. Мне пришлось заблокировать только матершинников, сквердослово, больше десяти тысяч человек. Представьте, какие нападки творят. И ничем не трогали никого-то. Обедаем. А, вы жрёте, не нажрётесь. Вам даром дают, на халяву живёте. А мы работаем полуживые, возвращаемся в потёмках. При луне. Все дороги, всё государство делает, а мы сами делаем. Где-то начинали делать, ни одного пруда не восстановили. А мы шесть прудов вокруг восстановили. И рыба есть теперь, и, пожалуйста, птицы. Но, вот, ну, стреляют, не мы. Вот, примерно так вот. С Украины беженцам, ерущие там православные, им сказать об этом. Что есть такое место. Чтобы они могли связаться. А украинцы что? Для нас украинцы русские, мы различия не делаем. У батюшки жена Антоненко. Володя Пащенко. Уехал Виктор Николаевич Савченко. Ясно дело, что у нас тут не делают различия национальности. Которые крещение принимали, просились, если бы сюда, их бы сразу приняли. Испытательный срок. В течение года они не могут голосовать, принимать решения. Ну, все пока на этом.